При формировании нового состава общественного совета при облгосадминистрации вспыхнул скандал. Регистрация общественных организаций на вхождение в структуру органа прервалась значительно раньше, чем должна была по регламенту. Многие общественники не успели подать документы. Регламент позволяет подавать документы на регистрацию не позднее, чем за 10 суток до учредительного собрания, которое в этот раз было назначено на 25 декабря. Но 15 числа текущего месяца ряд общественников процедуру пройти не смогли. В 13.30 приемная комиссия объявила о прекращении работы. Устанавливать градации по времени они не имели права. Есть сроки принятия документов, они произвольно по собственной воле, причем нет ни протокола того, что они это принимали, установили сроки приема до часу дня. По словам общественников, чьи права ущемили, комиссией изначально было заявлено около 100 организаций. На учредительном собрании присутствовало вдвое больше. То есть половина состава общественного совета сформирована задним числом. На самоучредительное собрание долгое время не пускали журналистов. Причем функции секьюрити выполняли представители одной из пророссийских казачьих организаций. А что, если все сейчас с вокзала придут, это что будет? Нет, ну а почему этим занимаетесь? Вот вы, а не милиция, к примеру, охрана или... Милиция стоит тоже, смотрит. Интересно, что председательствовал здесь, руководитель фракции регионалов в областном совете Александр Волков. Но в облгосадминистрации политической подоплеки не видят. Говорят, просто Волков – человек хороший. Собрание прошло в лучших традициях советской демократии. Неугодных общественников никто не слушал. И ситуативное и лояльное власти большинство протащило все необходимые решения. А заседание охраняло внушительное количество милиции. В результате собрание переизбрало на пост руководителя общественного совета, лояльную к регионалам Томилу Афанасьеву. А протестовавших просто из него исключили. Константин Гречаный, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».